Джо Байден написал в New York Times колонку о войне в Украине и целях помощи ей со стороны США. Президент пишет, что Вашингтон продолжит помощь ВСУ оружием, а Украине финансированием, но хочет, чтобы война оставалась в границах страны. Вот основные цитаты. Цель США проста. Мы хотим видеть независимую, суверенную и процветающую Украину, способную защититься от дальнейшей агрессии. Поэтому я решил предоставить украинцам более совершенные ракетные системы, которые позволят им более точно поражать ключевые цели на поле боя. Уточнение, речь идет о ракетных системах Хаймарс, способных поражать цели на расстоянии 80 км. Мы не призываем Украину наносить удары за пределами своих границ и не даем ей своим решениям такой возможности. Моим принципом на протяжении этого кризиса было не принимать решения об Украине без участия самой Украины. Я не буду оказывать на украинское правительство никакого давления, ни публично, ни в частном порядке, с целью убедить пойти на территориальные уступки. Я знаю, что многие в мире обеспокоены возможностью применения ядерного оружия. Сейчас мы не видим признаков, что Россия готова его применить в Украине, хотя ее периодическое размахивание ядерной дубинкой само по себе опасно и предельно безответственно. Я хочу выразиться ясно. Любое применение ядерного оружия будет совершенно неприемлемым для нас и приведет к тяжелым последствиям. Мы не добиваемся войны с Россией. Какой бы дикостью мне не казались действия Путина, пока США или их союзники не подвергнутся нападению, мы не будем принимать прямого участия в этом конфликте. Путин не ожидал от нас такой степени единства. Он ошибался. Если он ожидает, что в ближайшие месяцы мы изменим позицию или в наших рядах появится раскол, он тоже ошибается. Начнем с фразы Байдена о том, что Украине не будут поставлены ракеты, которыми можно бить по внутренней части России. Просил же по поводу Штатов не паниковать даром. Байден, я решил, что мы обеспечим украинцев более продвинутыми ракетными системами и боеприпасами к ним, которые позволят им более точно бить по ключевым целям на поле боя в Украине. Также прошу аккуратнее относиться к высказываниям Вашингтона о том, что он поддерживает проект мирного договора, представленный Италией. В этом контексте важны две детали. Первая. Проект Италии уже был отвергнут российской стороной. Она ответила хамски и оскорбительно, чем разорвала данный вариант действий. Вторая. Штаты спустя неделю после хамского ответа Москвы заявили о том, что они поддерживают проект ровно по той причине, что они не видели никакой возможности возвращения к оному. А это значит, что перед нами был реализован дипломатический крючок. Дипломаты всегда должны говорить о мире. И поэтому Белый дом должен был высказаться в пользу компромиссного урегулирования, но он намеренно даже не предоставил свой проект, а присоединился к проекту Италии. Давно вы видели, чтобы Вашингтон подключался к чужому договору, не представляя свой. Такого в серьезных соглашениях не было ни разу, а Штаты намеренно не предоставили свой проект, чтобы не дать возможность Москве за него зацепиться. Таким образом, Вашингтон, по сути, высказался за очевидно невозможный для реализации проект договора и не предоставил свой, только по причине, что Белый дом не хочет выводить Москву из конфликта с сохранением лица Путина. Относительно ракет с 300-километровой дальностью, по словам коллег военных, такое вооружение в Украине сейчас не нужно, ввиду другой природы конфликта. Так, Украина находится в оборонительной позиции с признаками контрнаступления на нескольких векторах. Целью Украины не является захват Кремля или Ростова. 300-километровая дальность является важной только в случае наступательной операции вглубь другой страны. В рамках оборонительных или контрнаступательных операций такое вооружение не представляет собой существенной разницы с тем, которая стреляет на 80 или 160 КМ. В рамках Вашингтона сформировалась единая коалиция между демократами и республиканцами, которые полагают, что Россия не может выйти из конфликта победительницей. Объясняю, это означает, что абсолютно все необходимое для ведения войны вооружение будет представлено в срок и в соответствии с реалиями на фронте. Украине не будут поставляться лишь те типы вооружения, которые не имеют тактического и стратегического смысла в рамках ситуации, которую видит Вашингтон через разведку. Такие поставки, которые будут пылиться на складах ввиду своей важности на перспективных, но не нынешних реалиях фронта, станут уязвимыми для ракетных обстрелов со стороны РФ и в тот момент, когда такое оружие реально будет нужно, оно не сможет быть поставлено в нужном количестве ввиду более ранних поставок, которые оказались взорванными. То есть Украине поставляют все из-под ножа для того, чтобы обезопасить поставки от ракетных обстрелов. Единственной проблематичной группой, которая хочет заблокировать поставки, это формирование Make America Great Again, группа MAGA. Эта тусовка используют эфиры Fox News, слоном является журналист Карлсон. Они распространяют углубление во внутренние проблемы Штатов и заглатывание Украины в пользу времени для США. Однако представителей позиции Трампа в Конгрессе и в республиканской партии – меньшинство. Так, собеседники, близкие к демократической и республиканской партии, подтвердили, что вне зависимости от стороны, которая победит на промежуточных выборах, Украине будет поставляться все необходимое для военных действий вооружение. Единственной возможностью уменьшения количества поставок или их прекращения называется приход Трампа и любого из группы MAGA. Все остальные изменения в верхушке Вашингтона не изменят ситуацию со снабжением Киева передовым вооружением. Армию мародеров опять колбасит. Российский генерал Александр Дворников мог быть отстранен от командования операциями армии РФ в Украине. Об этом пишет New York Times. В апреле СМИ сообщали, что командование находящимися в Украине российскими войсками передано генералу армии Дворникову, который возглавлял Южный военный округ РФ и имел боевой опыт в Сирии. Но, как пишет New York Times, со средины мая неизвестно, где он находится, что может указывать на его увольнение. На это указывает и то, что 26 мая сообщили о передаче командования начальнику главного военного политического управления вооруженных сил генерал-полковнику Геннадию Житко. Дворникова могли устранить из-за отсутствия оперативных успехов. По данным источников New York Times, Дворников принял в апреле командование, попытался улучшить координацию действий российских наземных и воздушных подразделений. Но он столкнулся с глубокими и фундаментальными системными недостатками российской армии. Военные эксперты указывают, что в армии РФ некому принимать решения на низовом уровне. Эти недостатки нельзя устранить в течение нескольких недель, считают эксперты. Новая тактика генерала Дворникова – перезагрузка командования и управления таким образом, чтобы появилось лицо, принимающее решение. «Все это было правильно или уместно», – заявил изданию генерал Филипп Бридлов, бывший командующий Европейским командованием вооруженных сил США. «Неудача с перезагрузкой связана с тем, что российские войска были брошены в бой слишком быстро, как считают в Пентагоне, по решению из Москвы. Мы знаем, что президенты, которые вмешиваются в определение целей и оперативную тактику, это верный путь к катастрофе», – заявила глава аналитического центра Маккейн-Инститют, комментируя сведения западных разведок, согласно которым Путин все больше вовлечен в принятие тактических решений. Под влиянием критики в самой Германии и после решения Байдена отправить в Украину высокомобильные артиллерийские ракетные системы, Шольц заявляет о дополнительных поставках вооружений. Украина получит от ФРГ самую современную немецкую систему ПВО «Ирис-Т». Еще Германия планирует передать Украине четыре системы залпового огня «Марс-2», сообщает немецкое издание «Тагшпигель», со ссылкой на источники в правительственных кругах. Дальнобойность РСЗО «Марс-2» до 84 км, максимальное вооружение 12 ракет, скорострельность 12 ракет за 55 секунд. Канцлер также объявил, что заканчивается обучение украинских солдат к использованию передвижных гаубиц. 12 гаубиц Германии и Нидерланды поставят в Украину. Москва заявила о том, что крайне негативно оценила новый пакет военной помощи США для Украины. Как заявил военный политолог страны-оккупанта Александр Перенджиев, если США решат поставить Украине оружие, способное достигать целей на территории России, Москва вынуждена будет нанести удар по территории Штатов, чтобы не допустить осуществления поставок. Также информацию о готовности России ударить по США подтвердил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Панты – наше все. Уже вижу, как Байден испугался и убегает в Мексику, чтобы не попасть под российскую бомбардировку. А если серьезно, то такая реакция россиян говорит только о том, что они реально в панике от той номенклатуры вооружений, которую мы получим в ближайшее время.